Смотрящий по Украине вор в законе Антимос. Антимос, он же антик, он же, в полном и более правильном написании грузинского имени, Антимос, Хухутевич Кухилава, не просто один из криминальных авторитетов постсоветского пространства, а человек, который посигнул на то, чтобы изменить и осовременить устоявшиеся традиции воровского мира. Тут следует учесть особенности неподатливого к инновациям криминального менталитета, так, некоторые правила, публично нарушенные Кухилавой, были незыблемыми еще с советских времен. При этом, как неудивительно, биография этого человека не пестрит кровавыми злодеяниями и многочисленными судимостями за уголовные преступления, то ли ему несказанно везло, то ли на его руках действительно было не особо много лично совершенных правонарушений. Но, кроме отсидок в молодые годы, всерьез и надолго в места лишения свободы он не попадал. Родился Антимос в 1956 году, 4 октября, в Абхазии, в весьма интересной семье. Двоюродный дед по материнской линии был тем самым милитоном Кантарей, который стал известен как советский солдат, установивший знамя над Рейхстагом в 1945 году. Родители Антимоса были педагогами, и их сын вполне соответствовал представлениям об учительском ребенке. Школу мальчик закончил с медалью. Но вот после этого законопослушным поведением Антика почему-то не сложилось. Он стал заниматься кражами, за что и получил свой первый срок, в 1980 году, в грузинском городе Поти. Вверху в вор в законе, 1, Мерап Табагуа, Муха, 3, Ториел Кочарава. Внизу в вор в законе, 1, Антимос Кухелава, 2, Геладар Байселе, Кахела, 3, Мерап Зарандия, 1983 год, Грузия, ИТК-46. Читайте также, король наркобаронов. Этот вор стал главным наркодилером 90-х. Но его погубила жадность в тюрьме он пробыл всего 2,5 года, но, выйдя, не бросил заниматься противозаконной деятельностью. В результате, в 1992 году Антимос Кухелава получил титул вора в законе, причем человеком, короновавшим его, стал Дед Хасан, наиболее влиятельный персонаж тогдашнего криминального мира. А много лет спустя уже сам Кухелава, к тому времени и сам получивший псевдоним Дед, стал проводить коронации. Благодаря ему ворами в законе стало 34 человека. Украина, вторая родина грузинского криминального авторитета. Значимые события в жизни Кухелавы стали происходить, когда он, в статусе вора в законе, решился на переезд в Украину, в небольшой город Ирпень, в Киевской области. Это было в период распада СССР, когда на волне политической и экономической неразберихи шло образование многочисленных преступных группировок, которые занимались типичным для того периода делом – рэкетом. Главарем одной из таких банд местного значения стал Антимос, который по такому случаю сделал себе паспорт на имя Валерия Кухелавы. Из-за этого эпизода, кстати, произошел забавный казус, имя Антимос многие, в том числе и журналисты, стали впоследствии считать криминальным псевдонимом человека с именем Валерий. Банда просуществовала недолго, ее участники попались сотрудникам правоохранительных органов и были осуждены по разным делам. Да только главарю удалось выйти сухим из воды, Валерия, Антимоза никто не выдал. После этого началась новая глава в жизни Кухелавы, Одесская. В город, где преступность является чуть ли не туристической достопримечательностью, Антик перебрался в середине 90-х годов. В этот период Одесса-мама как раз стала весьма привлекательным местом для кавказского криминалитета – чеченцев, грузин, осетин, абхазцев и тому подобное. Там Антик основал новую банду, преимущественно из чеченцев, и дело пошли, члены ОПК занимались угоном авто, мелким воровством и квартирными кражами. На заказные убийства Антик принципиально не шел, считая убийство оправданным только в случаях угроз собственной жизни или жизнем близких людей. Ходила информация, что в руки Кухелаве шел также стабильный процент от наркотрафика и продаж нефтепродуктов в городе, но он яростно отрицал подобные домыслы, так как для воров в законе наркоторговля считается грязным делом. В 1997 году был убит Карабас, настоящее имя и фамилия, Виктор Кулевар – криминальный авторитет, больше двух десятилетий подряд контролировавший одесский преступный мир. И, естественно, после его смерти началось перераспределение наследства. Антимос обратил эту ситуацию в свою пользу, и к концу 90-х годов он был уже смотрящим по всему югу Украины, по решению собрания криминальных авторитетов в Москве. Это означало и контроль за общаком, то есть воровским бюджетом. Проблемы с гражданством и выезд из Украины. Процветание в Одессе было внезапно нарушено банальным разбирательством о незаконном получении украинского паспорта антимосом Кухилавой. Дело в том, что в 90-х эта процедура была очень проста, человек якобы терял паспорт советского образца, взамен получая нужный. Но в 2007 году начались выяснения подробностей, которые не понравились Антику, и он оперативно выехал в Москву. Впрочем, вскоре он вернулся, вероятно, полагая, что история утихнет сама. Но в 2009 году Верховный суд Украины вынес решение о депортации в Грузию в воров законе. И тут начались почти анекдотические события. Абхазия, где родился антимос, к тому времени не была частью Грузии, фактически, Кухилава никогда не был грузинским гражданином, и имел лишь паспорта СССР и Украины. А грузинским властям подарок в виде крупного криминального авторитета, видимо, не понравился, хотя преступление в Грузии за ним не числилось. И Кухилаве буквально сразу вручили чистенький грузинский паспорт, с которым он вылетел вообще в Турцию. В этой стране он прожил несколько лет, заочно и через сына Нурика курируя украинские дела и заодно занимаясь так называемой Сухумской преступной группировкой, действовавшей в Турции. А в 2016 году просочилась информация, что антимос посещал Украину. И что удивительно, полностью законно, так как его притязания на украинское гражданство были оправданы, и Верховный суд постановил вновь выдать ему паспорт Украины. Где-то его семья. Преступный мир предъявляет суровые требования к тем, кто становится его частью и выходит на высокие ступени в иерархической системе. Раньше от настоящих воров в законе требовалось не иметь семьи, чтобы ничто не останавливало человека в различных разборках, ведь враги могли начать угрожать родне. Антик Кухилава, тем не менее, дважды состоял в браке. Второй раз, в гражданском, имеет двух детей и внучку. Младшая дочь Антимаса родилась в Украине, в одесский период его жизни. А вот старший сын появился на свет в Сухуме, и прошел вместе с отцом практически все его жизненные маршруты, начиная с переезда в Ирпень. Нурик Кухилава, по слухам, продолжал заниматься одесскими нечистыми делами, в то время как его отец был уже за пределами Украины. А широкая общественность обратила внимание на этого человека благодаря его романтической истории с известной украинской певицей, Анастасией Приходько, которая стала ему гражданской супругой и даже родила ребенка, внук Антимаса. Правда, этот союз распался, а в 2017 году на Нурика пала тень отцовской паспортной истории, его также лишили паспорта Украины. И уже около года Нурик Кухилава находится в Чернигове, в пункте временного содержания для иностранных правонарушителей. Что касается самого Антимаса, то он по-прежнему имеет значительное влияние на преступный мир южной части Украины. Знающие его люди отмечают его склонность к спокойствию, рассудительности, бескровному разрешению конфликтов. К нему даже обращаются различные преступные элементы в спорных для них вопросах, как к своеобразному судье. Но что самое интересное, Кухилава решился менять старые воровские традиции, причем публично, выйдя на контакт со СМИ и дав несколько интервью. В них он выразил недоумение по поводу устаревших запретов ворам в законе быть обеспеченными людьми, иметь недвижимость и дорогую собственность, а спорил требования не иметь семьи и многое другое. Кроме того, с подачи антикакухилавы была пересмотрена традиция короновать новых воров в законе решением первых вторых человек. Для этого он предложил собирать группу авторитетных людей количеством 10-12 человек, нечто вроде комиссии, так как в 90-х стали появляться воры в законе, явно не заслуживающие этого звания. Несмотря на преклонные годы, антимос не сдает позиции, занимается криминальным миром Одессы, конкурируя с еще одним влиятельным в том регионе авторитетом, Амаром Уфимским, иногда даже появляется в светской хронике среди бамунда и явно не планирует уходить на покой.